Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканала РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Осторожно, спайс! Анапские полицейские арестовали группу наркоторговцев. Новая жизнь станицы в Гостогаевской создают все условия для проживания. Безопасность – основа основ для курортного города. К нам не поедут многочисленные гости, если не будут уверены в своей защищенности от преступных посягательств и террористических угроз. Готовность отразить любые попытки недоброжелателей обсудили депутаты Совета на очередной сессии. В работе парламента приняли участие глава Анапы Сергей Сергеев и депутат Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Верстунин. 280 объектов и мест массового пребывания людей в списке первоочередных, нуждающихся в особой защите от угроз терроризма. На их техническое укрепление и оснащение средствами защиты, камерами видеонаблюдения, пожарными сигнализациями и охраной в 2015 году выделено около 16 миллионов рублей. Заместитель главы города-курорта Олег Костенко обратил внимание. К руководителям ряда здравниц были предъявлены серьезные претензии. Финансирование вопросов безопасности по остаточному принципу может сыграть плохую шутку. Контролирующие органы добиваются устранения недостатков. Владимир Верстунин по поручению председателя Законодательного собрания Краснодарского края Владимира Бикетова просит депутатов взять на особый контроль эту тему. Тем более большинство из них сами руководители предприятий должны понимать, что формальный подход неприемлем. Глава Анапы Сергей Сергеев добавляет при выборе места отдыха первый аргумент – безопасность и комфорт. Всего в повестке дня шесть вопросов. Депутаты утвердили отчет о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования, а также назначили проведение публичных слушаний по изменениям в устав города-курорта на 2 марта 2016 года. В Анапе зимний сезон – время строительства и благоустройства. Еженедельно специалисты управления муниципального контроля составляют десятки протоколов за нарушение правил благоустройства. Большинство подрядчиков не уделяют должного внимания прилегающих к участкам территории. На Пионерском проспекте полным ходом идут работы по прокладке новой канализации. Сотрудниками муниципального контроля неоднократно были составлены протоколы за нарушение правил благоустройства. Вывоз грунта на проезжую часть, складирование стройматериалов, отсутствие пунктов мойки колес и ограждений – все это сопровождает строительство. Специалисты геоинжиниринга вняли на конец требованиям и установили сеточное ограждение, а после – и деревянные конструкции. Однако установить забор – это полдела. Необходимо следить за его состоянием. Усилился ветер, и на нескольких участках ограждение повреждено. На подрядчика компанию «Геоинжиниринг» был составлен протокол. Установка ограждения при производстве работ, связанных с разрытием, ведется не только с целью прикрыть грязь и беспорядок. В первую очередь – это безопасность. Поэтому ограждение высотой 2 метра должно быть установлено еще и со стороны пешеходного тротуара. За прошедшую неделю сотрудниками муниципального контроля в отношении недобросовестного подрядчика было составлено 14 протоколов за нарушение правил благоустройства. Заходи и строй! Для многодетных семей в станице Гостогаевской созданы все условия для нормальной жизни. В новом жилом районе есть дороги, газ, свет, вода. На создание инфраструктуры муниципальный бюджет выделил 14,5 миллионов рублей. 26 миллионов добавили краевые власти. Глава НАПО побывал на месте и оценил масштаб проведенных работ. Когда уйдет строительная техника и окружающий пейзаж предстанет во всей красе, жителям этого района останется только по-доброму позавидовать. Их постоянной пропиской станет живописное местечко в Гостогаевской. Не чисто поле и не выселки, как принято считать, когда речь идет о земле для многодетных. Прецедент создан. А НАПО реализует проект, где все включено. Предоставлено 32 земельных участка. Проектом предусмотрено подведение сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, наружное освещение, автомобильные дороги в асфальтном покрытии и тротуары по одной стороне. Глава НАПО Сергей Сергеев, выяснив детали стройки, одобрительно замечает. Молодцы. Но последнее слово за теми, кому здесь жить. Евгений Сопко воспитывает шестерых детей. На своем участке планирует построить дом для среднего сына. Все устраивает. Откровенно, честно, мне не устраивало, что линия устраивала. Но когда я узнал точно, что это будет, она выносится. Выносится, все. Остальное все идеально. Не просто устраивает, а даже слов нет. Насколько это помощь всем тем многодетным, кем она выделена. И в основном люди будут все строиться. Ирина Аксенова живет неподалеку, воспитывает внуков и очень беспокоится за ребятню. Им нужны тротуары и детские площадки. Ведь как ни крути, а район-то преимущественно с детским населением. Дети приедут сюда, скажем, будет стройка, будет куча детей. Они уже сейчас есть, кстати. Они выходят на дорогу, здесь будет ходить транспорт. Единственное место, куда они могут выйти, это дорога. Понимаете, это с точки зрения безопасности очень серьезный вопрос. Ну здесь тротуар. Тротуар, по которому еще... А, проектов предусмотрен. Конечно, ходите, пожалуйста, по тротуару. А куда-то играть ходить, они же за заборами будут сидеть. И площадку сделаем, где играть. И в частном секторе. Ну, наша обязанность сделать спортивную и игровую площадку. Подрядчик заверяет главу курорта, идут четко по графику. Уже трансформаторная подстанция установка. Вот это, да? И все линии забиты. Уличное освещение полностью сделано. Каждому участку подметено электричество. Нам осталось немного работ по устройству дорожной одежды. И мы будем готовы уже к асфальтопетону. Асфальт, да? Ну, погода позволит все это. И останется работа по благоустройству. Это тротуары, дорожки, переходы, ливневые. Муниципалитет выполнил свои финансовые обязательства. Краевые средства ждут в течение месяца. Что важно, построенные коммуникации разгрузят и часть станицы Гастагаевской. Люди смогут подключиться к газопроводу и водопроводу взять часть электроэнергии. Сотрудники муниципального контроля продолжают активно следить за выполнением требований по чистоте и порядку на строительных площадках города и районов. В ходе ежедневного объезда курорта был выявлен ряд нарушений. Наличие временного сплошного ограждения строительной площадки – одно из важнейших требований. Это правило благоустройства касается не только крупных застройщиков, но и граждан, которые возводят индивидуальные жилые дома. В настоящий момент на улице Томская, 16, рабочие ведут строительство второго этажа, сбрасывая вниз стройматериалы. При отсутствии забора вся эта неприглядность стройки выставлена на общее обозрение. Кроме того, на стройплощадку свободный доступ, что небезопасно для любопытной детворы. Сотрудниками муниципального контроля составлен административный протокол на собственника. Проведена беседа о необходимости установить ограждение в кратчайшие сроки. Еще одно распространенное нарушение при производстве строительных работ – складирование стройматериалов на прилегающей территории. Например, собственники дома по улице Мира, 79, оправдывается, что нет возможности хранить стройматериалы внутри домовой территории. Однако пункт 4.19 правил благоустройства гласит – складирование строительных материалов на улицах, внутриквартальных и дворовых территориях запрещено. На административной комиссии в отношении собственника будет вынесено письменное предупреждение или штраф. Сегодня Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. В этом году все мероприятия проходят под девизом «Мы можем, я могу». Это призыв осмыслить то, что может сделать каждый из нас в борьбе с онкозаболеваниями и внести свой вклад в кампанию против рака. О ситуации с онкологическими заболеваниями в Анапе нам рассказала заместитель главного врача городской больницы Елена Паркина. Это большой день для медицины, это Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями, но это не праздник для нас. Это колокольный звон, это набат, который бьет во всю силу, потому что онкология сейчас в последнее время, к сожалению, это очень грозное и очень серьезное заболевание, группа заболеваний, от которых умирает очень большое количество людей. Это не секрет ни для кого. И за последнее время, вот конкретно, например, по муниципальному образованию Анапа встало на учет за 2015 год 499 человек. 20% из них это люди, которые поступили к нам впервые с запущенной формой рака. Первое, что мы должны, это посетить смотровой кабинет. То есть, где акушерка, она посмотрит не только нас со стороны гинекологии, она заглянет нам в рот, она посмотрит наши кожные покровы, она оценит состояние молочных желез. Очень сложно мужчин затянуть по факту в смотровой кабинет. Все мужчины от 30 лет должны его посетить. Любое образование, любой дискомфорт, то есть видите, что язвочка, например, на коже не заживает там некоторое время, да, через неделю, через две недели. Обратитесь в поликлинику и не обязательно сразу к врачу-онкологу. Смотровой кабинет, там уже сотрудники, они научены, они насторожены, они уже дальше сориентируют на либо врача-онколога, либо на врача-терапевта, да. И уже дальше мы, по крайней мере, сможем вместе заняться этим вопросом. То есть, естественно, первая и вторая стадии, они лечатся, они лечатся очень хорошо, учитывая современные методы лечения. И практически человек выздоравливает полностью. Это не приговор. Далее информация для тех, кто хочет раскрыть свой творческий потенциал. Центральная библиотека Анапы приглашает на занятия в молодежную театральную студию «Облака». Всех желающих обучат основам актерского мастерства и ораторского искусства, коммуникабельности и раскрепощенности, помогут развить творческие способности и фантазию. Занятия проводятся бесплатно. Подробности можно узнать по телефону 8 952 84 618 48. Арестованы торговцы наркотиками. Группа из пяти человек развернула сеть по продаже синтетических спайсов в городе и соседних районах. Сотрудникам регионального управления наркоконтроля по Краснодарскому краю стало известно о них в сентябре. Преступники постоянно меняли свои явки и пароли. Только совместными усилиями их удалось задержать. Теперь наркоторговцы ожидают суда. За содеянные преступления им грозит до 20 лет тюрьмы. Оперативными сотрудниками подразделения несколько месяцев осуществлялась оперативная разработка организованной группы лиц, занимавшихся сбытом синтетических наркотических средств на территории нескольких территориальных образований. Сбыт осуществлялся с использованием сети интернет путем создания интернет-магазина. В результате слаженной работы оперативного подразделения и следственной группы были задержаны как организатор группы, так и диспетчера и закладчики наркотических средств. В ходе проведенных обысков изъято более 100 грамм наркотических средств и около 350 грамм реагента для приготовления наркотических средств. Таким образом, из незаконного оборота изъято около 2000 доз наркотика. Все участники группы арестованы и ведется следствие, в ходе которого устанавливаются потребители наркотических средств, приобретавшие наркотик в данном интернет-магазине, а также устанавливается источник поступления наркотических средств на территорию Российской Федерации. По одной из версий следствия, наркотик на территорию России поступал из Китая. А завершит выпуск прогноз погоды. В пятницу, 5 февраля в Анапе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 6, плюс 7, ночью до 4 градусов тепла. Ветер северный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление, 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды, плюс 7 градусов. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова card